Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет, с вами священник Стехик Латвин, и по традиции мы с вами разберем один единственный стих, который служит, хотя вот Господь столько чудес совершил, служит таким ключиком пониманию, насколько силен Господь, насколько Он устанавливает законы этого мира, насколько Он их обходит при необходимости, насколько законы этого мира подчиняются Ему, и в принципе, насколько происходит все то удивительное в нашей жизни, как во времена библейские, так и, конечно, сейчас, в наши дни, то, что мы называем чудесами, причем чудеса, которые не простое совпадение, иногда тоже удивительное совпадение, и тоже нам это помогает, а именно чудеса сверхъестественные, то есть сверхприродные, которые природными законами и не очень-то объяснишь. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Марка, для сегодняшнего дня будет достаточно нам 39 стиха. «И встав, он запретил ветру, и сказал морю, умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина». Вот мне даже конец, он больше как-то импонирует, такая вот эта великая тишина, когда Господь прикасается. Тоже вот если мы понимаем суета, шум и вот некоторый такой покой. Ну вот даже мы поем на родительских субботах, на заупокойных службах, на панихидах, да, со святыми упокой, просим, чтобы души усопших наших близких, да, мы не просим, ой, Господи, дай, чтобы у них там веселье было какое-то в загробном мире, да, там дискотека какая-то, мы просим им, наоборот, упокоить их, чтобы у них был покой. И более того, это и наша конечная цель. Да, мы знаем все равно, сколько не живешь, сколько не суетишься в этом мире, самый радостный — это покой. Покой, когда вот уже тоже и праздник завершается, подходит к концу. Если праздник был бестолковый, если так время только зря провел, то плохой осадок остается. Если праздник был радостный, чистый, то на душе спокойно, весело, да, и тоже ты уже не скучаешь тому, что вроде какое-то веселье закончилось, потому что это веселье в твоей душе продолжается, но уже оно такое спокойное. И тоже после каких-то ярких эмоций, после какого-то накала, действительно, ты берешь, и когда ты уже просто видишь какую-то там поддержку со стороны близких, которые делят с тобой радость, или наоборот, после каких-то грустных обстоятельств, после тяжелых испытаний тоже, наконец, они завершаются, и может, ну да, не все так идеально, но все равно некоторый момент спокойствия тоже он делает нашу душу счастливой. И вот эта великая тишина, которая будет вокруг Господа после того, как он повелел мирозданию эту тишину ставить, показывает, показывает, что Господь привносит в этот мир, причем не только в его материальной характеристике, но и в характеристике духовной. Вот эта великая тишина, она должна в наши души проникнуть. Максимально эта великая тишина в духовном плане, она проявляется в нашем богослужении в Великую Субботу, да, поется вместо Херевимской, да молчит всякая плоть человече. Господь сходит в ад. И вот такая тишина, тишина, наоборот, отсутствие вроде Бога в этом материальном мире, все его тело здесь, которое по человечеству Господь во себя воспринял, а его душа, она уже ад сокрушает. Но тем не менее, вот эта тишина, да, конечно, у нас этот день, может, не очень тихий, как раз там освящение куличей, да, какие-то приготовления праздничного стола, тоже какая-то, увы, суета есть. Но тем не менее, даже если мы выбрались на службу, не только на пасхальную, но и службу Великой Субботы, то мы хоть кусочек этой тишины можем получить. И точно так же, как и человек берет просто, ну даже он не собирается на службу, а идет просто мимо храма. И вот он увидел храм и перекрестился, и тоже на душе как-то спокойнее тишина. А если зашел в храм, тоже может, неважно, может служба идет какая-то будничная, а может и нету службы. Тоже вот помолился в тиши храм, вокруг шумит большой город, да, и а ты вот в таком азише тишины очутился. Тоже некоторое спокойствие на душе. И вот это спокойствие, это величайшее чудо Божие. Это то чудо, к которому мы приходим, и мы надеемся, что рай это будет спокойствие, но не то спокойствие, как я говорил вначале, что это какая-то тоска, скука. Нет, а это спокойствие радостное. Вот мы спаслись, мы выжили, вот это некоторое торжество, можно успокоиться, да, и дальше уже мы, когда успокоились, веселимся, как вот, например, человек, если он переживает, волнуется, у него какие-то проблемы, и даже наступает праздничный день, радость какая-то, а он из-за своего расстройства, из-за своего беспокойства, эта радость не может воспринять даже. А если он успокоился, то радость его душу проникнет. И тоже, если там человек торопился, опаздывал, на поезд бежал, прижал, прибежал, все-таки успел. Да, пока он не успокоится, не отдышится, вот он, ну, не сможет, вот, нормально, вот уже, там, спокойно относиться, радостно тому, что успел. Потому что, тем более, если это врач бежал на операцию, то тоже пока не успокоился, пока вот руки трясутся, нельзя заскальпили, браться, да, нельзя что-то важное делать. И вот к этому спокойствию мы должны прийти. Это, в принципе, окажется, ну, батюшка, ну, говорили же про чудеса, где же они сверхъестественные, обещанные. И вот это как раз самое главное обещанное, сверхъестественное, то, что Господь может бурю страстей в нашей душе утихомирить. Тем не менее, человек состоит из тела и души, живем мы вокруг материальном мире, об этом тоже, конечно, нужно несколько слов сказать. Господь берет и для того, чтобы чудо совершить, встает. Встает, он показывает, что он, конечно, Господа, чтобы совершить чудо, можно было и не просыпаться. Но Господь вот по человечеству показывает, что нам, пример, другим людям, что если ты хочешь у Господа чудо попросить в чуде Божьем поучаствовать, нельзя. Помните, Ирод, царь, младший Ирод, не тот, кто младенца убил, а при котором Христа распяли. Понти же Пилат постарался перевесить с себя ответственность и вину на Ирода, поскольку Христос был из вот этой части иудейского царства, разделенной на четыре части после смерти Ирода, старшего, избившего младенца. Относился к Ироду младшему. И как раз он был во время праздника в Иерусалиме оказался, и, помните, Пилат к нему отходит, и Ирод рад, к нему придет Господь, ну, учитель, да, там, вот этот пророк, возможно, и сделает какое-то чудо, и об этом говорит евангелист. И он сидит на перу, он развлекается, танцоры, музыканты, да, там, листицы, шуты, вот все его развлекают, ему скучно, ему охота чудо, он возлежит и ждет, что Господь чудо створит, а чудо не происходит. Так и поэтому тоже, если все-таки мы хотим, чтобы чудо в нашей жизни произошло, как чудо, которое нашу душу затрагивает, так и действительно, возможно, нам чудо, ой, Господи, чтобы болезнь ушла, ой, Господи, ко мне поддай, чтобы не продавило. Да, вот любое чудо, ой, Господи, все, там, ногу оторвало, сейчас кровью истеку, Господи, дай, чтобы, ну, он не выжил. Любое чудо, чтобы произошло, мы, конечно, не то, что там встать, если порой человек на одре болезни встать-то не можешь. В любом случае мы не должны быть созерцателями, и чтобы нам казалось, ой, Господь это для нашего развлечения будет делать. Помните, фарисеи говорили, да, что ты нам покажи знамение с небес, тогда мы в тебя поверим, вот эти исцеления-то не будет. Господь говорит, не будет вам знамение с небес. А своим ученикам-апостолам, которые не просили, он показал, что это как не знамение с небес, когда Господь, говорит, запрещает ветру, говорит морю, да, и они берут, останавливаются, и ветер больше не дует, и море не волнуется. Это же знамение с небес, непосредственное знамение с небес, то самое, которое вроде иудеи у него запрашивали. Господь по запросу для развлечения не делает. Только если об этом правда вопьет наша душа, как апостолы вопили в предыдущем стихе, молили спящего Господа, чтобы он внял их в нужде, спас их от погибели. Вот когда мы действительно молимся вот так искренне, то мы можем это уже чудо ожидать. Дальше мы видим. Господь для того, чтобы ему совершить чудо, ему не обязательно, в принципе, вообще какие-то, на первый взгляд, чудесные вещи совершать. Я в начале ролика тоже сказал, что некоторые чудеса случайно стечения обстоятельств. Вот обстоятельства так совпали, ты взял, куда-то опоздал и наоборот, в аварию попал, транспорт, а ты там спасся. Ты взял тоже что-то, тебя не взяли на какую-то работу, а потом пошел на следующее собеседование, тебе лучше отдали условия. Да, там раз тебе незаслуженно, там как-то оболгали, отвернулась от тебя твоя избранница, невеста, а ты потом встретил действительно девушку другую, еще более замечательную, она сделала счастье всей твоей жизни. Вот эти все тоже, это чудеса, чудеса безусловные. Однако, тоже вот мы посмотрим, как действует сейчас Господь. Конечно, то, что ветер и море останавливаются, по его слову, это чудо. И тоже, на самом деле, чудо, которое, как стечение обстоятельств. Потому что, ну, правда, может, Господь ему не обязательно нарушать установленные им самим законы, законы физики, законы, как ветры дуют, как море волнуется. А Господь может на них повлиять. Да, вот где-то возник циклон, антициклон, температура повысилась, понизилась, вулкан закипел, извергся раз, и вот все это так совпало, что, правда, ветер остановился, что, правда, море перестало дуть. А может, и этого не произошло, а Господь мог, если захочет. Конечно, Господь, как он, но, в принципе, законы биологии не подразумевают, что тело, которое покинуло душа, что душа туда возвращается. А Господь берет и воскрешает сам, и сам воскресает. Тоже где-то, если хочет, он побеждает вот эти законы естества. Мы, когда смотрим на эти сверхъестественные чудеса Божьи, конечно, мы не можем на них веру строить, потому что фарисеи, они как раз пытались торговаться с Господом, покажи нам знамени. А апостолы не пытались торговаться, они просили, чтобы Господь их спас от погибли. Поэтому, если мы будем идти не по пути интереса праздного, потому что чаще всего, как раз меня спрашивают, батюшка, расскажите о каких-то чудесах вашей жизни, что вам люди рассказывают. Это чаще всего, которые люди от церкви до люди, да, которые к церкви хорошо относятся, да, которые считают себя верующими людьми, но которые в таинствах церкви в величайшем чуде, что хлеб и вино становятся телой крови Христовой, Христос нас, недостойных, наполняет, увы, не участвует, или если участвует, то крайне редко. А наша же задача, все-таки, если мы следуем за Христом, то выпиять о настоящем чуде только когда вот по-настоящему без него не прожить. Говорим, главное чудо для нас, Господи, то, что ты пришел, нас посетил. Но мы верим, мы не сомневаемся, как говорит апостол Павел, да, что вера, это уверенность в ожидаемом, это уверенность веры вот невидимого, то, что еще пока нет, но то, что может случиться. Говорим, Господи, мы тебе доверяем, мы тебе верим, мы верим, что если пойдет это на пользу не нашему телу, не каким-то разрешением проблем нас или наших близких. Если это пойдет на пользу спасения моей души, то ты ради меня сделаешь и чудо сверхъестественное, и законы физики так направишь, чтобы они образовали совершенно уникальную ситуацию. Там ветер перестал дуть, море перестало колехаться. А если будет нужно, чтобы хоть один человек, который жаждет спасения, он это спасение души получил, и от вечной погибели спасся, то ты, Господи, спокойно остановишь и действия созданных, установлив в Тобой законов. Потому что ты пришел спасти человека, а не просто показывать, как ты законами мира жонглируешь. Ты пришел спасти каждого из нас, и мы знаем, мы верим, мы верим в Твою любовь и понимаем, что если будет нужно, то ты и законы мироздания изменишь, поменяешь, хоть на самую малость, лишь бы нам помочь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok